О прибытии имама Шамиля власти Османской империи ничего не знали. Шамиля встречал Дмитрий Богуславский, сопровождавший имама еще в Петербурге. Теперь он был генерал-майором, служил при посольстве и переводил Коран на русский язык. Шамиля принял посол Николай Игнатьев, вручивший гостю грамоту о возведении в потомственное дворянство. До начала хаджа оставалось больше полугода, и семейству Шамиля были предложены апартаменты. Но имам пожелал остановиться в доме покойного шейха Джамалудина Казякумухского, своего тестя и наставника. После окончания войны в Дагестане шейх жил в Стамбуле. О творимых им чудесах ходили легенды, а дом его не пострадал, когда вокруг сгорел целый квартал. Шамиль посетил могилу шейха, которая и теперь остается местом паломничества. Богуславский сообщал в Петербург. По прибытии Шамиля я дал знать о его приезде великому визирю, потому что турецкое правительство никем не было предупреждено. Узнав о прибытии имама, султан Абдул-Азиз пригласил его к себе. В экипаже, а затем по Босфору, Шамиля доставили ко дворцу Далмабахче. В честь почетного гостя был произведен артиллерийский салют. Командовавший охраной черкесский мухаджир Осман Ферид Шапли вспоминал. «Увидев Шамиля, я замер, ибо он был героем, вдохновившим моего деда, отца и всех храбрых воинов». Пожилой Шамиль сохранял вид мирового лидера, требующего уважения, вызывающего даже страх. Шамиль был для султана особенным гостем. Еще в период Крымской войны Карл Маркс оповестил мир о том, что Шамиль получил от порты звание генералиссимуса. В документах говорится о титуле визиря и звании Сердар-э-Креми, что означало главнокомандующий в отсутствии падишаха. Переводят это и как генералиссимус, и как фельдмаршал. Звание бригадных генералов получили ближайшие сподвижники и сын Гази Магомед. Это было неслыханное нарушение церемониального протокола. До сих пор султаны встречали гостей, сидя на троне. Султан поцеловал руку Шамиля и воскликнул. «Даже если бы мой отец восстал из могилы, я бы так не радовался, как радуюсь, видя тебя». Он долго не отпускал руку имама, на что Шамиль сказал. «Мы на Кавказе четверть века ждали в вашей руки». Имам Шамиль, или как его называют в Турции, Шейх Шамиль, является выдающейся героической личностью, чье имя вызывает волнение в душе турецкого народа. И в моей молодости, когда бы ни произносилось имя Шамиля, оно вызывало во мне волнение. Он для меня один из выдающихся людей, отличавшихся преданностью своему делу и идее. В Османском архиве Турецкой республики собрано большое количество материалов по теме Кавказа, и в частности Дагестана, Чечни и Шейха Шамиля. «Я первым провел научные исследования о связях Шейха Шамиля с Османской империей в период Крымской войны. Я увидел, что до июня 1854 года Шейх Шамиль задумывался о сотрудничестве с Падишахом. К сожалению, Османская империя, действовавшая под влиянием Англии и Франции, не ответила на идею Шамиля. Османские султаны морально поддерживали Шамиля, посылали ему письма, принимали его представителей. Но вследствие фактора царской России военная поддержка со стороны Османской империи оказана не была. Это историческая реальность. Именно Россия спасла Османскую империю от распада, когда египетский паша Мухаммед Али едва не взял Стамбул в 1833 году. На помощь султану пришла русская эскадра с 30-тысячным корпусом, после чего был заключен договор о вечной дружбе. Шамилю показали сокровища Падишаха и красоты Стамбула, арсенал и даже подводную лодку. Когда его спросили, в чем ты можешь соперничать с нами, Шамиль ответил, соперничаю в храбрецах Дагестана. Бывало, и один противостоял целому войску. Султан велел устроить Шамиля не хуже, чем в России. Для семьи был куплен 50-комнатный особняк, а Министерство финансов ежемесячно выплачивало 22 500 пиастров. Помощь эта пришлась кстати. Шамиль не любил роскоши, но царской пенсии уже не хватало. А прежнее имущество его было истреблено войной. Но Шамиль сохранил нечто большее. Это знамя – символ народов Северного Кавказа. На протяжении многих лет Шейх Шамиль воевал под этим знаменем. Оно передавалось его потомками из поколения в поколение. Теперь оно здесь, но мы считаем себя не владельцами, а хранителями реликвии. И передадим знамя новым поколениям, как духовный символ народов Кавказа. Возможно, это то самое знамя, о котором писал Лев Толстой в Хаджи Мурате. В середине партии был большой зеленый значок и старый фельдфебель роды. Очень дальнозоркий. Сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Есть русский художник, которого я очень люблю. Илья Кабаков. Мы с ним решили сделать инсталляцию со знаменем Шамиля, чтобы показать ее в Стамбуле, Махачкале, Москве, Париже, Нью-Йорке. Двор дома Шамиля сразу же стал местом собрания кавказских мухаджиров. Имам был признателен Турции, принявший горцев, и все же призывал их вернуться на родину. Но мало кому это удалось. Когда дагестанцы пришли в Турцию, они осели в Ялове и других местах. Это дагестанцы – герои освободительной войны Турции. Они получили самые высокие награды – ордена Султане, Эсадье и медаль независимости. Их отряд носил имя Шейха Шамиля. Это дагестанец Ахмед Базман и другие чемпионы по борьбе. Здесь мы учим детей нашим танцам и проводим международные фестивали танца народов Кавказа. Меня зовут Али, я из Гюнейкёя, а мои предки были из Черкея. Мы бережем память о Шамиле, делаем мавлиды, соблюдаем все дагестанские обычаи и хинкал готовим. Всем в Дагестане салам! Когда Шамиль выезжал в мечеть, его окружали толпы людей, жаждавших прикоснуться к имаму или хотя бы увидеть знаменитого героя. Как писал Иван Захарин, таково было в глазах турок обаяние человека, воевавшего с могущественной Российской империей почти 25 лет. Волнение среди кавказских горцев беспокоили турецкие власти, но еще больше их тревожили накалившиеся отношения с хидивом Египта Исмаил Пашой, формальным вассалом Падишаха. Шамиль взялся их помирить. Исмаил Паша прислал за Шамилем свой корабль «Махрусса». Богуславский сообщал, «Подъем старика на пароход был так труден, что я имел серьезные опасения». Во время пребывания в Константинополе здоровье Шамиля день от огня становилось все слабее. Его мучили старые раны, в особенности сквозная рана штыком в легкое, полученная в гемрах. Это отразилось и в портрете, написанном Станиславом Хлебовским, придворным художником султана. Корабль прибыл в Александрию, где Шамиля торжественно встретил наследник хидива Тауфик Паша. Вскоре Шамиль прибыл в древний Каир. Исмаил Паша так высоко чтил Шамиля, что даже усадил его на свой трон. Имам понимал, что между Пашой и султаном могла разгореться новая война, в которой пришлось бы участвовать и кавказским мухаджирам. Шамиль убедил Исмаила Пашу уладить дело миром на благо всех мусульман. Владыка Египта прислушался к совету Шамиля. Его сын Тауфик Паша отправился в Стамбул и сделал предложение принцессе Эмине. Кроме того, Паша прислал пушки, в которых султан очень нуждался. А позже и крупную сумму денег, после чего независимость Египта уже не оспаривалась. Шамиль увидел древний город и пирамиды. Сфинкс смотрел на мир глазами вечности, в которой уже было отведено место и для самого Шамиля. Во дворце Хизива произошла еще одна волнующая встреча. На этот раз с героем алжирского сопротивления Эмиром Абд-Аль-Кадером, с которым Шамиль имел давнюю переписку. В их судьбах было много общего. Как и Шамиль, Абд-Аль-Кадер основал независимое государство. После 15 лет борьбы с французами Эмир тоже стал почетным пленником. Придя к власти, Наполеон III освободил его и назначил пенсию. Живя в Дамаске, Эмир спас от смерти множество христиан. Из Каира в Мекку отправляли кисфу. Покрывало для священы Каабы с вышитыми золотом аятами из Корана. Это означало приближение хаджа. Но прежде Шамилю довелось стать участником грандиозного исторического события. Наравне с правителями великих держав, имам был приглашен на открытие Суэцкого канала. Последняя фотография Шамиля. Он сидит на стуле, и мы понимаем, что это не только свидетельство уважения, но и того, что здоровье Шамиля серьезно подорвано. В центре стоят хедив Египта Исмаил Паша и Эмир Абд-Эль-Кадр. Рядом с ними почетные гости и французские инженеры, строившие Суэцкий канал. Торжества еще продолжались, когда корабль с Шамилем и другими паломниками уже миновал канал. Предание гласит, что там, где воды когда-то поглотили войско фараона, разразилась буря. Тогда Шамиль написал что-то на клочке бумаги и бросил его в море, которое тут же успокоилось. Паломники прибыли в Джидду, откуда шел путь в Мекку. На следующий день Шамиля повезли в священный город. Путь туда занимал три дня, и семейству имама были предоставлены паланкины. В том году был большой хадж, и желавших увидеть легендарного героя было так много, что Шамиля возвели на Минбар, чтобы видели его и знатные, и простой народ. Сообщается также, что Шамиля подняли на саму Каабу, оказав ему великую честь. До него только Белал, сподвижник пророка, мир ему, пропил с крыши Каабы первый азан, призыв к молитве. Воодушевленный исполнением обрядов хаджа, имам стремился теперь в Медину, к могиле Божьего посланника. Но угасающее здоровье вынудило его задержаться в Мекке. Едва набравшись сил, имам отправился в лучезарную Медину. У могилы пророка Шамиль произнес, Мир тебе, посланник Аллаха, его милость и благословение.